здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в двадцать седьмом уроке видео курса лендинг для начинающих мы продолжаем с вами изучать библиотеку мини приложений композиции и как вы уже догадались категории композиция все в ней элементы lightbox подсказка презентация пустая специальной новости по сути это один и тот же элемент потому что он имеет одни и те же настройки то есть что lightbox что подсказка что презентация который сейчас мы немножко разберем это все один элемент почему они представлены здесь в виде нескольких под элементов то есть lightbox подсказка презентация это просто сделано для наглядности чтобы показать насколько гибкий инструмент этот композиции поэтому дальше идем по этим инструментом я особо не заостряю внимание на деталях потому что нет уже смысла об этом говорить так как предыдущие два урока я разживал и по сути это у нас один тот же элемент для демонстрации презентации я создан новый сайт вот мы например создали новый сайт переходим библиотеку и перетаскиваем на наш холст презентацию вот как я уже говорил у нас здесь настройки те же самые из этого мы можем сделать некую некий слайдер со своим текстом со своими картинками у нас здесь имеется уже демо данные поэтому сразу предпросмотр и смотрим с чем это едят я поставил режим автоматически и вы видите у нас меняется слайды меняется текст и у нас меняются триггеры то есть если вам удобно вы можете просто эти картинки заменить на свои но здесь вот в библиотеке мини приложения есть еще ниже пустая ребят это тоже самая презентация только пустая не имеющий демо данных то есть не имеющий ни картинок не текста если вам удобнее работать с ней то вы ее перетягиваете и закидываете туда свои изображения чтобы показать вам наглядно давайте с большими картиночками удаляем этот эту библиотеку и возьмем пустую сделаем немного пошире выделяем первый триггер выделяем первую нашу эту крупную область и идем заливка например и добавляем изображение если вы хотите чтобы у вас картинка полностью входила вашу определенную область которую вы отметили соответственно вы должны знать размеры данной области и картинку уже подгонять надеюсь как изображение смотреть вы знаете ширина 920 вот по этому инструменту кликом и перспективы да и высота у меня 361 то есть вот здесь вот эти все размеры показаны соответственно у маленькой миниатюрки должен тоже показываться эта картинка только в уменьшенном виде поэтому я ее выделяю иду также заливка добавить вставляю ту же картинку и можно выставить по заполнение то есть картинка вся помещается в маленькую область и у нас получается как бы там миниатюра да а здесь большая картинка ну и соответственно здесь тоже можно сделать что-нибудь такое типа заполнение чтобы у нас картинка больше входило если она у вас большего размера соответственно второй триггер выделяем и идем тоже заливка и добавить изображение и и проделываем тоже самую операцию и для большой области тоже добавляем ту же картиночку соответственно смотрите рамки все заливки как это убирать я это уже опускаю потому что вы уже должны это знать убедитесь то что смотрите когда я кликаю по триггерам у нас выбран состояние активное не забудьте сделать заливку еще вот сюда стандартные и так далее нажатой кнопка это тоже я опускаю вы должны это уже понимать и загружаем 3 изображение я изображение загружаю на обум просто для демонстрации выделяем этот элемент и проделываем то же самое заполнение давайте посмотрим что у нас получается браузере соответственно здесь конечно все сыро вот если надо вручную то а кликом по триггерам или можно триггер удалить поставить автоматический слайд автоматически будет либо выцветать вот так либо переключаться то есть о чем я говорю вот каскадно разрозненно здесь точку стать если автоматически то будет меняться автоматически каждые сделаем одну секунду я ничего не трогаю у нас каждую секунду сменяются слайды также на слайды можно и текст повесить и здесь по химичить поиграться с триггерами чтобы например активное вот как сейчас подсвечивается активно немножко другим цветом были стандартном состоянии например бог более темный да то есть тут можно как бы свое творчество фантазию как бы развить не ограничивая себя какими-то рамками незнания языков программирования да то есть вот чем use хорош доступно практически любому человеку думаю здесь о слайдах останавливаться мы больше не будем точнее вот об этой презентации да у нас в категории композиции остался еще один элемент который мы не смотрели это специальные новости тоже давайте быстренько пробежим у него те же самые настройки я удаляю этот элемент библиотеки и вытягиваю специальные новости сразу можно сделать предпросмотр те же самые настройки как мы делали с вами помните всплывающие подсказки да вот аналогичным образом только триггер у нас прямоугольную и расположены так в виде такого меню как бы я думаю что здесь смысл останавливаться нету потому что здесь все то же самое триггеры добавляются также по клику на плюсик также меняется текст настройки абсолютно все те же самые я думаю что у вас здесь не возникнет сложности просто если под вашу тематику и под ваши нужды подходит именно вот такой вид поэтому можно просто использовать это как фреймворк чтобы самому вот так вот не вы не выравнивать все все вот эти вот прямоугольники да а взять уже готовы и быстренько изменить под себя на этом у нас заканчивается категория мини приложений композиции следующих уроках мы будем дальше двигаться и изучать дальше библиотеки мини приложений которые мы еще не рассмотрели на этом все и увидимся в следующем уроке наверно трудно представить себе современный лендинг пейдж сделанный в адоб news без сторонних виджетов а где же их взять спросите вы специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов 121 виджет ждут вас всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет например меню для мобильных устройств несколько вариаций мобильных меню уникальные слайд-шоу всевозможные эффекты с текстом круговой прогресс бар маска с текстом и многое другое чтобы скачать виджеты перейдите на мою страничку адрес который вы видите у себя на экранах просто пишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку забрать виджеты к вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты обязательно подтвердите иначе виджеты не придут к вам на почту второе письмо придет к вам автоматически где вы сможете скачать 121 виджет делаете лендинг пейдж делайте их круто а